Привет всем друзья и гости канала, мы продолжаем с вами играть на карте Сосновка и у нас продолжается уборка урожая, плюс ко всему же мы сегодня будем покупать новую старую технику. Я так думаю, что соберем денег на какой-нибудь МТЗ, ХТЗ или что-нибудь такое вот, какой-нибудь такой старенький трактор, который нам поможет работать на наших больших полях, потому что работы действительно очень много. Так, но вначале я хочу немножко прокатиться, немножко поездить на нашем комбайне, на нашем крутом комбайне. Костик у нас сегодня будет урожай свозить, а мои напарники Анатолий и Андрей сейчас в командировке, поэтому к сожалению не могут участвовать. В этом празднике жизни, в празднике, в таком вот веселье уборки урожая. Довольно-таки активно набирается кукуруза. Конечно же я не буду кататься по всему полю, мы буквально с вами проедемся сейчас разок, наверное, и потом отправим уже на работу работников. Вот, а сами будем заниматься более интересными делами, и одно из этих интересных дел как раз и является то, что мы будем покупать технику. Пойдем выбирать, что-нибудь да выберем. Ну и плюс ко всему же нужно задать задания нашим работникам, чтобы они работали на других полях, на уже убренных, чтобы они там и культивировали, и сеяли, и удобряли. И, короче говоря, может быть даже одного трактора и мало будет, для того, чтобы беспрерывный процесс работы обеспечить на всех полях. Посмотрим, короче говоря. Ну, не так уже и мало, да? Один проход, это у нас получается 40% примерно. Даже чуток побольше будет. Нормально. Нормально, нашему Костику не дадим заскучать, это 100%. Не уснет он там. Он на том поле. То же самое, да? Нам нужно будет убирать кукурузу. На этом, на нашем взлетно-посадочная полоса. И вот там вот один проезд, конечно, будет, я не знаю, ну минуты две, наверное, или три. Такие проездики такие. Конечно, тоже мне будет охота самому проехаться, посмотреть, как это будет выглядеть. Все со стороны сел и поехал. Так, подъезжает, да? 58%, а он подъезжает. Ну, нормально, ладно, согласен. Все. Выспал. Дальше решил опять-таки немножко вздремнуть. Вздремнуть или на телефоне в игров какие-нибудь поиграть. Так, ну ладно, я говорил, что один проездик сделаем, но... В общем, мне нравится. Мне нравится работа на комбайне, поэтому доедем все-таки до конца поля. Потом уже отдадим, с сожалению, отдадим бразды правления этим комбайном наемному рабочему. Прикажем ему быть очень аккуратным. Комбайн новый. А жадка так и вообще еще, смотрите, не особо даже и запылилась. И заплатили мы за эту жадку, помните, да? 30 с лишним тысяч. Дорогущая, короче говоря, вещь. Очень дорогая. Как для жадки. За 30 тысяч, по-моему... По-моему, это дорого как-то. Слишком технологично. Наверное, она компьютеризированная. Я не знаю, что там еще. Но это как в прошлом были компьютеры, которые сейчас хуже калькуляторов. Но стоили тоже десятки тысяч долларов, когда они только появились. Вот что-то такое здесь у нас. Наверное. Профессиональный инструмент. Должен дорого стоить. Должен быть надежным. Так, ладно, погнал. Автокомбайн. Да не хочу я автокомбайн. Нет. Автокомбайн нам с вами не нужен. Нам нужен обыкновенный, простой, деревенский мужик. Который сядет за руль и поедет. И не будет тут выкручиваться. Не будет зигзагами ездить по всему полю. Предсказуемый, так скажем. Все, работает. Погнали. Погнали мы с вами дальше. Проверяем Костика. У Костика 40%. Хорошо. Давайте мы на всем немножко сегодня поработаем. На том, на этом. Я бы и Костика попросил бы. Слышь, Костик. Да, я порулю. Но он не дает. Говорит, я сам тоже. Сам не дурак поработать бы. Потом как денежки же платят. Интересно, вот почему наш трактор постоянно тянет в сторону. Хотя, вроде бы... А, да, у нас, смотрите. Да нет же, компенсируется. Один ряд вправо, второй ряд влево стоит. Диски вот эти, да? Можно было бы подумать, что тянет его в сторону из-за того, что, скажем, один ряд... Или два ряда в одну сторону. Тут нет. Тогда непонятно. А, последний ряд у нас вообще по прямой будет. Ну, смотрите, да, вот что творится. Если не выруливать, то его буквально уносит куда-то. Так, здесь тоже мы вызываем. Работничка. Ну, нормально, нормально. Погнали. Давайте мы посмотрим, все-таки, что там у нас в магазине и что мы можем найти деньги, которые у нас есть, 9000, прикупить. Естественно, что урожай, который мы сейчас собираем, мы будем частично продавать, потому что его... Ну, не продавать просто невозможно, да? Денег нет, как таковых. Живых денег нет. У нас деньги есть в урожае. Ну, и я сейчас вот сбегаю, посмотрю, вдруг там какое-нибудь интересное предложение от местной пекарни или еще от кого, от селян местных. И если нет, ну, что будем просто так продавать тогда. Газон в западном районе. Вот такое вот интересное предложение. Осталось 5 минут, 4500. Трактор с сенокосилкой. Газон, это, конечно, хорошо. Если есть его, чем убирать? Так, давайте мы посмотрим, что у нас, в общем-то, есть. Вот с сенокосилки у нас такая вот БДТ, КДН-210. Но дело в том, что этот КДН всего 2 метра, да? И его тоже нужно к чему-то доцеплять. И вот такое вот у нас большое, ну, относительно большое количество тракторов. Они потом еще добавятся. И, пожалуй, вот самое доступное предложение вот этот. И чем скорее мы его купим, тем оно будет доступнее, потому что потом денег может не хватить вообще. 780. Ну, что же. Смотрим, что у нас. Работа ведется. Хорошо. Тут тоже ведется. Сюда. Здесь не ведется, но она и не должна. Давайте мы переместим вот таким образом. И увидим наш старенький трактор. Это Анатолий из соседней области пригнал. Вот сюда в магазин его немножко подмарафетили. Ну, и за такие вот смешные деньги мы его покупаем. Смешные, да смешные. А трактор, в общем-то, неплох. Работает хорошо. Хоть и ржавый. Но движок. Самое главное, что движок перебрали, и он будет функционером. На такие вот несложные работы, типа заехать в курятник, яиц набрать, или на поле с селочкой покататься туда-сюда, вполне его хватает, этого трактора. Что мы сейчас с вами и продемонстрируем. Пока работник, местный работник, культивирует, мы прицепим селку и будем кататься с селкой. Да что-то тут не очень-то, да, с яйцами как-то. Одно. Но зато свежее. Вот мы долгое время сюда не приходили, и здесь яиц было очень много. Ну, наверное, десятка, полтора, два, пару дней. И на солнышке, конечно же, они, ну, едва ли теперь вот свежие. Ну, я не знаю, я их сдал в магазин, пока не жаловались, вроде бы как. Лицо не приходили бить. А вот эти вот свеженькие, естественно, что будем мы с вами пить. Просто вот домашние яйца, я думаю, что многие, да, знают, ездили в деревню, знают, что такое настоящее домашнее яйцо. Вполне можно его сырым выпить. Очень вкусно. К сожалению, магазинное пить опасно для здоровья, это как минимум. Да, тут, что мне кажется, небольшая, негерметичная, смотрите, полная кабина дыма. Ну, с этим мы уже с вами сталкивались. Да, вот, вы видите, да, щели? Щели в кабине. Между дверью и кабиной. И как-то так вот все расплывается. Может, можем как-то открыть, нет? Изменить масштаб карты. И это все, что мы можем сделать. Да, надышался, смотрите, да, уже на вторую полосу заехал. Но я-то не буду долго в нем кататься. Это наемники будут. Они пускай уже как хотят, так и выкручиваются. Так, что нам нужно, нам нужно на этом поле сеять картофель. Картофель и свеклу. Свеклу и картофель. У нас есть все для этого. У нас есть вот такая вот огромная сеялка, купленная за наши кровные. И стоит она бешеных денег. По сравнению с этим трактором, так она вообще золотая почти. Но зато шесть рядов она сеет. И естественно, что картофель и свеклу лучше всего сеять поближе к нам. Вот сюда, поближе к этим складам. Ну и вот они, эти два поля. А потом купим вон то поле, да, которое перед нами. Оно стоит 120 тысяч. И будем его тоже самое под картофель или под свеклу организовать. Так. Нам сейчас главное убедиться, что трактор функционирует нормально. Сеет, работает, хватает у него мощи. Да, помню. И смотрите, довольно-таки бодро катит 12 километров в час. Старенький МТЗ, а работает как новый, как часы. Почти. Вот. Ну что же, мне нравится. Да кому ж не понравится, да? За небольшие деньги кому же не понравится такая вот техника. Ну и косилочку, я думаю, что все равно нам придется покупать. Может быть, не прямо сейчас, но нужно будет присматриваться к ней. Потому что эти задания, они пока что вот на первых порах, они очень нужны. 4 тысячи все-таки на дороге не валяются. И было бы неплохо время от времени выполнять эти задания. Но еще лучше, если купить не косилку, а немку. С которой мы тоже с вами неоднократно сталкивались. Машина себя прекрасно зарекомендовала. Ну и... Там 3 метра все-таки ширина. И самоходная. Не нужен трактор для этого. Трактор мы вполне можем использовать для каких-то других работ. В общем, планов, как всегда, громадье. А как оно в самом деле получится, еще неизвестно. Бабка на 2 я сказала. Так, походу, мы дальний сеем. Пройдем сейчас вот этот вот рядик. И сгоняем, посмотрим, что там наши работники. Двое из ларца, которые одинаковые с лица. Что одинаковые, это точно. Даже рубашки одинаковые. Фирменная форма. Да нет, я только хотел сказать, что на портачили они там. Нет, вроде как не портачат. Все нормально. Так, что у нас? Работаем. РКС, сахарная свекла, 52%. Топливо, 84%. Остановка, остановка. Еще раз остановка. Да, вот такая вот информация. Окей. А на складе? А на складе у нас все хорошо. У нас на складе. И что интересно, смотрите, цены ползут вверх. И на кукурузку тоже цена ползет вверх. Вверх, 541. Ну-ка, ну-ка, интересно. Если мы посмотрим, транспортная компания, к сожалению, не принимает. Элеватор в деревне. 451. Ну, на зерновой элеватор лучше свести. 541 все-таки. Так, ладно. Дождемся сейчас окончания. Ну, тут буквально один проезд. Я даже не знаю, стоит ли бороться за 100 килограмм урожая. Мы сейчас отдадим это все решение на волю нашего работника. Вот будет ли он последний ряд делать или наплюет? Будет? Ладно, пускай не будет. Значит, и мы тоже наплюем и переедем на следующее поле. Вот оно нас ожидает. Огромное. Длиннющее. Нет, решил все-таки убрать. Молодец. Ну, ладно, пускай убирает. Так. Здесь мы тоже с вами все сделали. Ну, не совсем мы, но... Да. Я же как начальник. Подчиненные наши. Поэтому перемещаемся на вот это свекольное наше поле. Которое и будет, и в дальнейшем оно будет всегда свекольным. Потихоньку. Ну, как потихоньку. Смотрите, по 30, 40, 50 тонн. Смотря что мы сеем, где мы сеем, мы получаем. Я считаю, что это отличный результат для таких вот небольших полей. И всегда будет что нам продавать. Навоз появился, кстати. Может быть, присмотреть какую-нибудь бочечку небольшую, да? Ну, жидкого пока что маловато, конечно. Заготовили мы тогда сенца, соломки, ну и твердые. Немножко буквально. Ну, сколько примерно получается, да? Да, вот мы видим, что 140, ну где-то, может быть, тонной была бы. Вот с этого одного ряда по всему полю. Да, скорее всего, около тонны это и было. Ну что ж, здорово. 300 евро. Вот точно уж на дороге не валяются. Так, по идее, сейчас все, да? Ага. Поехали. 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 Продолжение следует... Тут пока на полном ходу, пока доедешь до конца поля, устанешь. Что уж говорить о том, что при работающей жадке, комбайне, да, еще же медленнее мы будем ехать. Ну, короче, у нас сейчас будет возможность в этом убедиться, что нелегка работа фермера, но без нее никуда не деться. Будем надеяться, что в скорости, может быть, какой-то десяток, два десятка лет, и появится такая вот, как в Интерстелларе. Помните, да, этот фильм? Автоматические комбайны. В принципе, даже сейчас вот есть все возможности для этого, для появления таких комбайнов. Есть GPRS, координаты задаешь поля, а неизвестно площадь поля, метки даже, может быть, какие-то можно поставить по краям, да, чтобы комбайн не выезжал за эти метки. И погнал, на автомат его поставил, и он работает. Автоматика отслеживает все, все процессы, и комбайн сам едет. Появляется препятствие какое-то неожиданное, но останавливается, естественно. Это, ну, я не знаю, это даже сейчас вот в наше время вполне можно это организовать. Это не то, что вот гугл-автомобили по перекресткам там катаются, по дорогам, да? Вот значительно более опасное такое вот дело ездить по шоссе, по дороге, по улице. То ли дело на поле. Запустил и погнал, и погнал. Тут особо даже, мне кажется, что элементарная программа справится с этой работой. И на этом можно нехило, по-моему, сэкономить. Все-таки работнику не нужно платить деньги. Ты один раз вложился в компьютерное обеспечение, и погнал. Вот тем более, что мы знаем, сейчас информация передается с современных комбайнов на ноутбук. Менеджеру или владельцу, где все отслеживается в реальном времени. В принципе, даже можно, знаете, не писать какую-нибудь такую, какую-то специфическую программу, а просто сидишь себе там в теньке где-нибудь, пьешь кофе, наблюдаешь на экране показатели твоих комбайнов. Какой-то заполнился или почти заполнился. Ты ему дал команду, он остановился. Подъехал трактор. Ну вот да, на тракторе нужно действительно живого человека. Но это все-таки экономия. И при том серьезная экономия. И компьютер всегда будет лучше человека работать, по-моему. Качественнее. Никогда не запьет, не уснет за рулем. Не станет ему жарко или холодно. Тоска его не загрызет или не проголодается. Странно, что до сих пор как-то это все еще не используется толком. Вот они, основы уже у нас, да? Вот мы видим курс-плей. Вот как оно должно быть. Вот он, автомат, сам подъехал, сам выгрызал. Игра прям подталкивает настоящих реальных фермеров к тому, чтобы автоматизировать все свои процессы. Понятное дело, что это комбайн это одно, а, скажем, вспашка или засев это совершенно другое. Это более сложный процесс. Но, лихо бы до начала. Самое главное начать, а там уже. Так, ну здесь мы еще не сделали, да? Не засеяли. Сделаем обязательно, чуток попозже. Но я все-таки вот хочу проехаться полностью, самостоятельно полностью проехать вот эту вот всю нашу взлетно-посадочную полосу. Был бы какой-нибудь кукурузник, да? Можно было бы здесь ему разгоняться и на поля летать, удобрять. Вот почему не сделали мод, который бы позволил, да, купить кукурузник вместо удобрялок вот этих, которые стандартные. И тогда на вот таком вот поле сел, взлетел, обрызгал. Нормально. И быстро, и эффективно. Даже модов таких вот нет. Вот что интересно. Я пока что не встречал, к сожалению. Ничего подобного. Уж не говоря о том, чтобы разработчики как-то все это дело сделали. Так, ну ладно. Это все хорошо. У нас еще одно поле осталось. И один раз мы с вами выгрузились. И нам повезло то, что Костик как раз вот старое поле отвез все, да, со старого поля. А вот с этого у него пустой прицеп был. Мы посмотрим, сколько же вот с одного прохода будет зерновых. Просто ради интереса. Так, далеко уехали. Смотрите, что скоро трактор исчезнет вдали где-то. Дикие, просто дикие расстояния. Километры. Кому-кому. Вот трактористу действительно придется покататься туда-сюда, чтобы выгрузить комбайн. Куторок. Какой-то, кстати, памятник я как-то и не обращал внимания, что тут у нас. Что за памятник, интересно. Нужно будет разведать. Так, пять тонн. Пять тонн, Костик как раз подъезжает. Сейчас выгружаемся и смотрим. И здесь семь, да. То есть у нас получается, что двенадцать, ну пускай тринадцать тонн с одного проезда. Неплохо. Кукурузки у нас будет много. И у нас минус один евро. Вы видели, да? Ну работников же много, действительно. Все работают. За технику нужно платить. За все нужно платить. Но у нас есть коровы, мы продаем молоко. В минусе не будем. В конце дня я уверен. Тем более, что урожая много. В крайнем случае даже силос у нас есть, мы можем продать силос. Но это уже такой кроняк, который... Я уверен, что мы к нему еще недолго обратимся к этому кроняку. Будем продавать то, что у нас есть. Так, ну что же, здорово. Мне пока что все нравится. Мы работаем. Довольно эффективно. Здесь вот тоже, я так думаю, мы запряжем. Работничка. Деньги еще больше будут уходить. Потому что мы за картофель будем платить. Когда он закончится, да? Так, а мы пока что вот сюда вот посмотрим. Так, езжай. Поехал. Активно деньги уходят. Допускай. Заработаем. Я уверен, что мы еще с вами заработаем. Так. Это у нас хутор заканчивается. Дальше смотрите. Уже следующее какое-то село пошло. Элеватор. Другая область совершенно. Я хотел посмотреть на вот этот все-таки. Что это за монумент такой? Странно. Местная достопримечательность. Вот сижу я так с ноутбуком. Да, вот здесь. Птички поют. Народ ходит туда-сюда. Завидуют. И наблюдаю, как у нас работа ведется. В общем, друзья, я буду продолжать это самое вот делать, что я только что сказал. Встретимся мы в следующей части. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok